Сотрудники Ингушенерго продолжают воевать со злостными неплательщиками. В Назране провели очередной рейд. Сейчас методы борьбы с теми, кто игнорирует контролеров, и у кого двери на засов категоричные. Им перекрывают доступ. Попросту перерезают провода линий электропередач. Жредит Холхуева с подробностями. Этот глухой стук ворота, как олицетворение того, что достучаться до понимания некоторых жителей становится все сложнее. То ли из-за того, что хозяев нет дома, то ли из-за их сознательного игнорирования энергетиков. Вопрос, почему обрезанная еще несколько недель назад линия электропередач нового незаконно подключена, так и остался без ответа. Впрочем, пренебрежительное отношение к участникам рейда у многих потребителей уже вошло в привычку. Но несмотря на это, в борьбе с незаконным подключением электроэнергии сотрудники МРСК используют самый действенный метод. Долг у них составляется 34 911 рублей. И идет мимо учета еще второй левый год у нас, где идет потребитель. И мы думаем, этим методом мы заставим абонента оплатить вовремя, прийти и разобраться со своими долгами. Первой из списка злостных неплательщиков числится семья Мержоевых, которая проживает по улицах Риевых. По накопившимся счетам они явно забыли про необходимость платить за свет. 78 262 рубля за должность составляет именно в этом доме. У них левый год, вы видели, безучетный. Половина дома подключена к прибору учета, а половина без прибора учета дальше уже идет. Даже помимо того, что они не платят, это им даже небезопасно. У них может случиться пожар в любое время, потому что там не соблюдены технические условия. С абонентами сотрудники Ингушенерго проводят разъяснительную беседу. Если же в ближайшее время глава семьи не оплатит по задолженности, в отношении нарушителя придется применить более жесткие меры. Но вместе с тем немало здесь и сознательных жителей. В соседнем от Мержоевых доме хозяева, переезжая, сами написали заявление энергетикам, чтобы они отключили провода. Когда он уже будет строиться, он должен будет написать заявление обратно, чтобы его подключили. Мы его подключим, и после этого он уже начнет строиться по новой. Как отмечают энергетики, динамика платежеспособности неутешительная и достигает всего 43%. Если считать по статистике в резерве территории, Лиравский район в этом плане самодисциплинированный. На зрание на сегодняшний день за потребляемый свет платит лишь чуть больше половины абонентов. Но есть и те, кто копят задолженность годами. В итоге сумма доходит до 100 тысяч и даже больше. Таким должникам контролера предлагают носить сумму по частям. Тем более, что с 1 июня тариф платежа увеличится на 3%, и долги будут рассчитываться по новому законодательству. Просил бы всех жителей республики Легушетия с ответственностью отнестись, помочь и себе, и нам. Потому что сегодня практически мы остаемся на своем бюджете. Мы не можем сегодня исправить поломку трансформатора, где-то поменять провода на кабели. То есть очень много поломок, очень много выходит, потому что сети у нас старые, изношенные, за 70% изношенной сети. Это официально признана комиссия Минэнерго. Подобные рейды – это вынужденные меры, признаются работники «Ингушэнерго». Но они приносят свои результаты. Вместе с тем энергетики предупреждают, что незаконное использование электроэнергии карается штрафами и уголовной ответственностью, вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет. Жарайдат Холухоева, Мэрбек Мержоев, новости 24.